Так, уважаемые коллеги, друзья, привет вам от студентов, которые собрались здесь, на Алтае, для того, чтобы провести свой студенческий форум. Я только что как раз приехал оттуда. Но надо признаться, такая. В зале хорошая, непринуждённая атмосфера. Хотел бы одну только ремарку сделать по этому поводу. То, что только что говорил студент, и хотел бы сказать и коллегам, которые сегодня собрались здесь, для того, чтобы провести встречу с активом партии «Единая Россия». В нашей жизни так всё устроено, что есть люди, которые всё время ждут милости от природы и постоянно бурчат о чём-то. Государство ничего не делает. Значит, мы такие вот великие, а до сих пор не созданы условия для того, чтобы мы себя реализовали. Мне уже целых 22 года, а у меня до сих пор нет квартиры. Это вообще просто, как это может быть? Это невозможно. Ну и так далее. Ряд можно этот продолжать. Об этом говорят по-разному, но говорят вот приблизительно в таком ключе. И есть те, кто старается жизнь менять. Причём безотносительно к возрасту. Ему может быть и 16 лет, и 90. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей партии «Единая Россия» преобладали люди второй категории. Все, кто здесь собрался, это именно актив, то есть люди, которые реально много и по-серьёзному работают. И для развития страны, и для того, чтобы партия «Единая Россия» была действительно ведущей политической силой. У него для этого есть сейчас все возможности, и в действующем парламенте контрольный пакет. И, надеюсь, мы сможем сохранить лидирующие позиции после выборов, которые состоятся 4 декабря. Но лидерство нужно не ради лидерства, мы это тоже понимаем, а для того, чтобы проводить преобразование, для того, чтобы проводить ту же самую модернизацию нашей страны, нашей экономики, социальной жизни, для того, чтобы достигать успехов. И вот как нам их достичь, мне бы с вами хотелось сегодня обсудить. Обсудить и в общем плане, и, конечно, по конкретным вопросам, которыми вы занимаетесь. Я уже говорил, это такая, может быть, даже расхожая фраза, но я считаю, что она абсолютно честная. Партия «Единая Россия», как правящая партия, подчёркиваю, должна быть обязательно партией конкретных реальных дел. Потому что оппозиция, у неё, в общем, всегда удобная. Ситуация. Критиковать всегда легче. Говорить о том, что мы бы сделали иначе, всегда легче. А тот, кто взял на себя ответственность, ему значительно труднее. Во-первых, потому что это уже нужно воплощать в практической жизни. Во-вторых, потому что ты становишься объектом для критики. И конструктивной, и абсолютно оголтелой. И к этому тоже нужно быть морально готовым. Ну, наверное, и хватит пока для начала. Так что давайте, уважаемые друзья, начнём общение. Прошу вас. У меня просьба только представляться, потому что я знаю многих, но не всех. Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, школа номер 15, города Славгорода, Алтайского края. Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Привет, Елена Александровна. Добрый день, уважаемый господин. Из первых уст, я знаю, проводите встречи с педагогами, узнаёте о актуальных проблемах, вопросах учителей. Да, надо сказать, что в образовательной сфере за последние годы происходят большие изменения к лучшему. И вы задали высокую планку того, какой должна быть современная школа 21 века. И благодаря вашей инициативе «Наша новая школа» общие образовательные учреждения преображаются на глазах. Ну, хочу привести пример, что вот у нас в Алтайском крае за последние 5 лет реконструировано 26 школ, из них 24 в сельской местности. А вы знаете, что специфика нашего региона – это 80% алтайских школ как раз находятся в сельской местности. Ну, и несмотря на это, надо сказать, что доля ребятишек, доля учащихся, которые учатся у нас в новых современных условиях, каждый раз растёт. Ну, приведу пример. Если в 2007 году доля составляла 35%, то уже в 2010-м 70%. Другой немаловажный аспект, который бы я хотела сказать, конечно, это материальная поддержка педагогов. Школы Алтайского края, как и школы других регионов России, перешли на новую систему оплаты труда, которая состоит из базовой стимулирующей части. У неё есть большие преимущества, потому что она стимулирует педагога на достижение более высоких результатов своего труда. Но надо сказать, что сегодня зарплата учителя всё-таки зависит от наполняемости класса. А общаясь с коллегами из других регионов, я знаю, что это создаёт проблемы в отношении малокомплектных школ. У нас в Алтайском крае статус малокомплектных школ закреплён нашим региональным законом. Но вот сразу же как предложение. Если внести изменения в модельную методику новой системы оплаты труда, предусмотрев тем самым особые подходы малокомплектных школ, когда норматив финансирования как раз не будет зависеть от наполняемости класса, я думаю, это будет большой шаг вперёд, потому что, ну согласитесь, независимо от того, сколько ребят в классе, учитель готовится одинаково, 5 у него или 25 учащихся. Другой момент, который бы хотел затронуть, это привлечение молодых учителей в школы. У нас в Алтайском крае этот процесс также простимулирован. Молодой учитель, который едет сегодня работать в село, он получает по инициативе Александра Богдановича Карлина 100 тысяч рублей. Районы Алтайского края идут дальше, то есть дополнительно ещё выплачивают подъёмные до 20 тысяч рублей. Государством также предусматриваются сейчас программы ипотечного кредитования в специальных условиях, строительство учительских домов. У нас в Алтайском крае с нашей спецификой как раз эти программы очень важны. Я являюсь региональным координатором проектов учительских домов и ипотеки для молодых преподавателей, много езжу по селам, общаюсь с людьми. И главной проблемой, о которой вы сегодня уже говорили, является жильё. Молодой учитель, который приезжает в село, ему приходится иногда жить в одном селе и ездить в другое село. Другой пример приведу совсем недавно. Директор школ одного из районов Алтайского края обеспокоен тем, что если вопрос жилья не решится, то пять специалистов молодых, которые пришли в этом учебном году, они могут уехать, закончив учебный год. Вот как предложение, которое в том числе поступало от людей, это вариант ведомственного жилья, или некоторые педагоги его называют социальным жильём, которое бы давалось на время, пока идёт процесс строительства. В селе это, как правило, индивидуальное жильё. Согласитесь, опять же, что педагогу, молодому учителю, а если это молодая семья, а если в семье два педагога, то надо войти в дом сегодня и сейчас. Ну вот такие предложения. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Елена Александровна. Вы многое рассказали о том, как жизнь устроена у вас в Алтайском крае. На самом деле, я вам скажу откровенно, мне не стыдно за те преобразования, которые мы затеяли в сфере школьной жизни, да и вообще в сфере образования в целом, ну просто потому, что они назрели, и в конечном счёте они всё равно приводят к положительному эффекту. Будь то новая система оплаты труда, о которой вы сказали, новые методики, которые используются, решение социальных вопросов, ну и масса других проблем, связанных с образованием. Значит, что я могу сказать по малокомплектным школам? Когда я начинал заниматься школами, ещё работая в правительстве, у нас в общей сложности в нашей стране было, по-моему, 52 тысячи школ, приблизительно так. Значит, сейчас их количество снизилось, тысячи на 4 или на 4,5, может быть. Это следствие разных процессов, и укропнения в том числе. Но я никогда не был сторонником того, чтобы закрывать малокомплектные школы во что бы то ни стало. Даже при понимании того, ну что объективно в малокомплектной школе всё-таки одному педагогу труднее, например, вести там 5 предметов, потому что нельзя быть специалистом во всех областях жизни и жизни, чем, например, в более крупной школе, где уровень образования будет выше. Но с другой стороны, мы это тоже понимаем. Школа, например, на селе – это центр притяжения. Есть школа, есть село. Нет школы – умирает село. А мы понимаем, что это очень тяжёлая ситуация для нашей страны. Поэтому малокомплектные школы, они всё равно будут сохраняться. Это первое. Второе. Мы никогда не создавали такой системы оплаты труда для малокомплектных школ, где бы эта оплата ставилась в зависимость от количества обучающихся. Почему? Потому что эта школа как раз именно малокомплектная. Там может быть и 5, и 10, и 15 учеников, и 20, и 30. И просто несправедливо делать какие-то различия между такими школами. Поэтому там система оплаты труда другая, и мы её и собираемся сохранять. Она связана именно с существованием малокомплектной школы как таковой. Хотя там тоже должна быть и базовая часть, и стимулирующая. Только эта стимулирующая, естественно, не должна привязываться к количеству учеников. И этот курс будет сохранён. Можете не сомневаться, применительно к Алтайскому краю, применительно ко всей стране. Очень хорошо, что у вас на Алтае есть свои стимулирующие программы. Вот вы назвали 100 тысяч рублей таких как бы подъёмных для учителей в сельской местности. Правильно я понимаю, Александр Игнатьевич? Но вы знаете, это здорово. На самом деле я считаю, что это пример для других регионов. Потому что я только что общался с студентами-физиками. На эту тему. Они говорят, что это несправедливо. В городе жильё не дают, а на селе дают. Я говорю, как же несправедливо? Абсолютно справедливо. Если ты в городе остаёшься, то здесь такое количество возможностей. Ты должен доказать, если хотите, свою конкурентоспособность. Жизнь есть жизнь. А если ты сознательно принимаешь решение поехать на село, ты себя лишаешь большого количества благ. У нас на селе жизнь другая. У нас пока не центральная Европа. Но раз уж человек принимает такое мужественное и ответственное решение, у него должны быть какие-то льготы и стимулы. И вот применительно к селянам решение вопроса по жилью, я считаю абсолютно правильным для специалистов. Учителям жильё должно предоставляться, аграриям, врачам. Это три категории специалистов, которые должны получать жильё в первоочередном порядке. И эти программы обязательно должны быть продолжены. Что касается молодых специалистов, ещё раз хотел бы сказать. Я считаю, что здесь не должно быть никакого иждивенчества. Всё должно быть честно. Если ты принял решение ехать в деревню работать, действительно жильё должно быть предоставлено. Сначала, как вы говорите, ведомственное или служебное. И должна быть обрисована сразу же перспектива. За два, за три года, не знаю, за пять лет. Либо это жильё, либо какое-то другое будет тебе дано. Либо служебное конвертировано в обычное, либо ты сможешь построить, допустим, дом. С другой стороны, те, кто трудится в городских условиях, они должны получить просто базовый инструмент для решения своей жилищной проблемы. Это касается и учителей. Если это ипотека, она должна быть доступной, частично, допустим, просубсидированной за счёт регионального или регионального и федерального бюджета. И учитель тоже должен понимать, что в определённой перспективе у него есть шансы получить жильё. Вот это будет абсолютно по-честному. И я считаю, что именно этого курса и надо держаться. В целом же, по педагогам, мы обязательно должны сделать то, о чём сказали некоторое время назад, а именно вывести заработную плату учителей на уровень средней оплаты труда в конкретной местности. Если я правильно понимаю, вы это уже сделали в Алтайском крае. Но здесь у вас чуть ниже зарплата, допустим, чем в других регионах. Здесь тоже, что называется, есть чем позаниматься, к чему стремиться. Но этот курс, он обязательно будет продолжен. Иными словами, это решение никто отменять не будет и дальше. То есть, если у нас будет расти зарплата, она будет, естественно, расти в среднем по регионам, одномоментно или одновременно должна подтягиваться и зарплата педагогов. Если она сейчас 13-14, значит, будет 20 в Алтайском крае. Стало быть, учителя должны будут получать 20 и так далее. Именно потому, что мы хотим, чтобы педагоги у нас были людьми, если не самыми обеспеченными, то во всяком случае, которые чувствуют себя уверенно и нормально. Спасибо вам. Пожалуйста, кто продолжит, коллеги. Прошу вас. Добрый день, уважаемый президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Павел Федяев из Кузбасса. Являюсь вице-президентом социальной политики компании «Сибирский деловой союз». В своих выступлениях вы не раз обозначали основные социальные вопросы, проблемы, которые нужно решать. И мы, как социально ответственный бизнес, считаем, что государство не должно их решать в одиночку, и мы можем помогать. Если позволите, я расскажу, что мы делаем в Кузбассе. Мы активно трудоустраиваем молодежь. У нас в компании работает 40 тысяч человек, из них 5200 сотрудников в возрасте до 25 лет и 10 тысяч в возрасте до 30 лет. Молодые сотрудники, конечно, основной их вопрос – это жилье. По жилью у нас существует программа компенсации процентной ставки по ипотеке, а также компенсация стоимости аренды, если молодой специалист жилье снимает. Также мы очень активно строим так называемое малогабаритное жилье, когда квартира уже полноценная, с кухней, с санузлом стоит от 1,2 млн, потому что ее просто молодым людям легко приобрести. Павел, а вот это малогабаритное жилье, оно сколько метров просто любопытно? Это уже не комната гостиничного типа, когда ты заходишь, просто коридор и дальше. Оно от 40 до 46 метров, когда там есть уже и коридор, и кухня маленькая. Я почему об этом спросил? Я не так давно был, по-моему, мы в Челябинской области об этом говорили. Там есть интересный проект такой, который, мне кажется, нужно вообще нам взять на вооружение, и партии наши взять на вооружение. Это проект квартиры-студии. Значит, она стоит миллион рублей. Да, она невеликая по размеру, там 30-40 метров. 29 метров, да. Но она стоит дешевле миллиона. И это, в принципе, цифра, которую многие молодые семьи способны либо насобирать, либо прокредитоваться. Мне кажется, просто это очень хороший проект. Как первый шаг в решении жилищной проблемы. Потом, конечно, семья вырастет, придется ее менять на что-то. Извините, просто вас прервал. То есть у вас такие же приблизительно критерии. Когда семья уже обзавелась квартирой, а еще, кстати, хочу сказать, что проект в Кузбассе, город-спутник, лесная поляна, вы его хорошо знаете. Бывал неоднократно, начинал его, по сути. Сами контролировали его строительство, да. Вы тоже там строите что-то? Получился очень замечательный город. Но он, вы знаете, малоэтажное жилье. Малоэтажное, да. И мы совместно с губернатором Кемеровской области, Аман Гумировичем Тулеевым, тоже малоэтажное жилье строим. Мы построили четыре поселка, причем не только в городах и в пригородах, а и на селе. Для как раз молодых специалистов администрация области предоставляет сети, а мы строим дома. И в результате стоимость получается приемлемая около 25 тысяч рублей за квадрат. Ну, конечно, молодая семья устроилась, получила жилье. Дальше им нужно ребенка в садик устраивать, когда он родился. Мы за последние два года построили, реконструировали два детских садика на 250 мест. Сейчас до конца года еще два построим на 350 мест и развиваем частные садики детские, которыми мы управляем сами. И своим сотрудникам компенсируем стоимость пребывания детей в этих садах до 90% от стоимости. Конечно же, нужно людям заниматься спортом. Мы активно вкладываем в инфраструктуру как для любительского спорта, так и для профессионального. Построили горнолыжный центр на 4000 одновременно отдыхающих. Значит, спортивную турбазу парашютную, единственную в своем роде в Западной Сибири. Значит, отреконструировали бассейн на большой 50-метровой. Построили четыре профессиональных теннисных корта и спорткомплекс на 2000 зрителей, в который играет наша команда Суперлиги по волейболу. Активно стараемся помогать поддерживать общественный порядок. Мы организовали собственное частное охранное предприятие и патрулируем улицы совместно с представителями полиции. То есть это наш экипаж, наша машина, два наших сотрудника ЧОПа и представитель полиции. И вот такая система работы уже позволила всего за несколько месяцев предотвратить около 800 административных правонарушений. И уже даже уголовные дела им удается раскрывать. Дмитрий Анатольевич, уважаемый президент Российской Федерации, очень хотел бы Вас поблагодарить за закон о регулировании госконтроля при проверке предпринимателей. Потому что действительно проверок стало меньше, нам просто стало спокойнее работать, мы больше успеваем. Но, к сожалению, барьеры все равно существуют. Мы строим много социальных объектов и строим не только в Кузбассе, но и за пределами Кузбасса. И сталкиваемся с долгим согласованием различной строительной документации. В Кузбассе при поддержке губернатора Кемеровской области Аман Гумировича Тулеева нам удается сроки согласования сокращать. Но, к сожалению, это происходит не во всех регионах. И зачастую на согласование уходят годы. И в связи с этим мне бы хотелось обратиться к Вам с просьбой, рассмотреть возможность сделать поручение, разобраться в этом вопросе, чтобы решение было принято, которое бы учитывало и, конечно, все необходимые технические согласования, все строгости, но и в том числе и мнение и интересы инвесторов. Потому что если стройка затягивается, конечно же, это для любого инвестора менее интересно. Уважаемый президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич, от всей души хочу Вас поблагодарить за одно просто критично важное решение, которое Вы приняли. Кузбасс – это угольный регион, и основа нашей компании – это угольные предприятия. И был момент, когда мы практически останавливались, потому что уголь невозможно было вывезти, его ведь нужно не только добыть. И Ваше поручение разобраться с вывозом угля из Кузбасса просто всё изменило, причём очень оперативно от всех шахтёров Кузбасса. Большое Вам спасибо, вагоны идут. Спасибо, Павел. У Вас такой спич длинный по всем вопросам. Значит, по поводу вывоза угля. Хорошо, что там ситуация изменилась, но, к сожалению, я вчера встречался с коллегами, мы обсуждали транспортные проблемы. Вот у Вас наладили ситуацию после оперативного вмешательства, и я вмешивался, и председатель правительства вмешивался, но в других местах есть проблемы. Они касаются вывоза сельхозпродукции, зерна и так далее. Это означает, что, к сожалению, наш транспортный комплекс и служба диспетчеризации, вагонов, к сожалению, не согласуется с потребностями экономики так, как надо. Мы провели реформы в этой сфере, я вчера об этом говорил, хотел бы просто точку поставить в этом вопросе, но, к сожалению, эти реформы пока приводят к обратным результатам. И мы должны набраться мужества и признать, что сейчас эта система работает плохо. Пусть на меня не обижаются владельцы этих компаний и руководство РЖД, значит, они должны навести там порядок, чтобы губернатору, будь то Аман Гумирович Тулеев или кто-то другой, не приходилось звонить мне или в правительство и говорить, помогите решить проблему с вагонами. Это бардак, так не должно быть, когда проблема вагонов решается президентом страны. Этого не должно быть. И поэтому, еще раз повторяю, или там наладят работу этой системы наши коллеги, или нам придется уже принимать другие решения. Теперь в отношении ситуации в социальной сфере. Ой, Кузбасс упомянули, мне действительно отрадно слышать было о том, что целый ряд проектов, которые я когда-то запускал, сейчас активно уже работают. И Лесная поляна, та же самая, я там был, и мне тогда этот проект очень понравился, потому что это был один из примеров крупной малоэтажной застройки. Малоэтажной застройки в крупных объемах. И сейчас, я понимаю, уже люди живут. В общем, там… Четыре тысячи уже живут. Четыре тысячи? Уже живут. Ну вот, видите, как здорово. Так что, хорошо, что мы с вами, Иван Гумирович, это когда-то все запустили. Да, но сделать еще предстоит очень многое, потому что жилищные проекты, они, в общем, развиваются одновременно с развитием жизни в нашем государстве. Значит, для того, чтобы эти проекты были рентабельными, для того, чтобы они были удачными, необходимо, чтобы по ним быстро принимались решения. Вы сколько сейчас, Мангумирович, строите? Около миллиона, по-моему, метров? Миллион сто. Миллион сто, да? Миллион сто. Миллион сто тысячи семей каждый год. Каждый год. Ну вот, то есть это уже большие цифры на самом деле. А если говорить о будущем, то эти цифры, конечно, будут расти. Я напомню, мы перед собой ставили задачу, которую, кстати, никто не отменял, и которая остается задачей для партии «Единая Россия». Нам нужно выйти по стране в среднем на один квадратный метр жилья, вводимого в год на одного жителя нашей страны. То есть, прикиньте, это 140-150 миллионов квадратных метров. Это большие очень цифры. Поэтому нам нужно создать такую систему принятия решений, при которой не будет пробуксовки на уровне административных структур. Ну, мне отрадно слышать, что вы считаете, административная система стала работать лучше, но нам не надо обольщаться, и не надо в этом смысле задирать нос, потому что, надо откровенно сказать, бюрократическая система в нашем государстве остается одной из самых отсталых и самых тяжелых в мире, и это резко снижает наш инвестиционный потенциал. И вы, как представитель предпринимательского сообщества, это, естественно, отлично понимаете. Поэтому дело не только в хороших законах о уменьшении количества административных барьеров. Они действительно есть, и они действуют. Но и в том, чтобы эти законы на практике не извращались и не оборачивались новыми административными барьерами. Но мы же понимаем, зачем административные барьеры вводятся. Для того, чтобы, а, продемонстрировать свою значимость, и, б, получить взятку. Вот две причины. О каждом таком случае необходимо просто, что называется, сообщать в необходимые структуры правоохранительные органы. Только в этом случае можно выдавить это явление из нашей жизни. Но при этом еще не менее важно, чтобы административные структуры соблюдали сроки, установленные в законе. Ведь сейчас, насколько я помню, может быть, не на 100% помню, вы меня поправите, эти сроки достаточно короткие. Вот по всей проектной документации, по экспертизе, там, по-моему, всего 60 дней для строительства, не жилищного, скажем, а общегражданского строительства. По жилью там несколько дольше. Но это все равно короткие сроки. На практике они очень часто не соблюдаются. А если еще присовокупить сюда проблемы, связанные с выделением земли, то все это превращается в очень длинный хвост. И вот им-то как раз и нужно заниматься. В ряде случаев. У нас еще более короткие сроки. Лицензия на строительные работы, там, по-моему, в 10-дневный срок должна выдаваться. А здесь даже больше ввода, когда в вашем случае не вводится. Да, да, да. И очень часто, кстати, на самом деле, правильно, после завершения строительства, ввод объекта в эксплуатацию занимает годы. И под разным соусом этот объект не вводится. Иногда, потому что там недоделки есть, но очень часто для того, чтобы просто там деньги можно было заработать, опять же, на этом. Поэтому вот на всю эту цепочку нужно обратить самое пристальное внимание. И я считаю, что это должно делать не только государство, правоохранительные структуры, административные органы, но и вы как бизнес. Значит, и занимать здесь неравнодушную позицию. Я понимаю, что это иногда чревато, что называется. Начнешь выпендриваться, начнут кровь пить. Но если этого не делать, тем более представителям правящей партии, мы так и будем развиваться в системе неэффективного административного управления. А это очень плохо для нашей страны. Ну вот, и последнее, на что хотел откликнуться, по поводу патрулирования, о котором вы сказали. Я недавно встречался с руководством системы МВД, и они тоже затронули эту тему. Мне кажется, нам пора подумать о том, чтобы вернуть в нашу повседневную жизнь лучшие образцы помощи и поддержки со стороны населения полиции. Я имею в виду тот опыт, который был у нас и в советский период, но, естественно, модифицированный применительно к современной жизни. Для этого нужно подумать над созданием новой нормативной основы. Включая, я думаю, что это тоже возможно, даже частичное приравнение людей, которые в такого рода патрули входят, осуществляют дежурство, в эти дружины включаются, так вот их приравнять к сотрудникам полиции, во всяком случае, в части защиты их телесной неприкосновенности, защиты их жизни и здоровья. Мы активно развиваем добровольчество. Я сейчас со студентами говорил про волонтерское движение, про добровольческие структуры. Это мировой опыт. Вот Сергей Кужегеточ сидит. Мы ввели в нашу практику очень необходимый институт, добровольные пожарные структуры. Уже 140 тысяч. И так во всем мире, потому что с проблемами во всем мире принято бороться сообща. И это дело не только профессионалов, их все равно не хватит на всех. Это дело активного гражданского населения. Но если мы боремся с пожарами при помощи добровольных пожарных структур, объединений, то точно так же речь может пойти о борьбе с преступностью. И хорошо, что такой опыт у вас уже есть. Надо его развивать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, меня зовут Затеев Виктор. Я из республики Алтай, город Горно-Алтайск, руковожу общественной организацией «Молодой Алтай» и являюсь директором профессионального училища номер 84. Вы очень много и подробно говорите часто, что очень радует о подготовке рабочих, о подготовке квалифицированных рабочих, которые сегодня нужны нам для экономики, очень важны. Но и очень важный аспект, который сегодня мне хотелось бы с вами обговорить, это вопрос о социализации детей-сирот. Все мы знаем, что эта проблема очень важная, детей-сирот, к сожалению, меньше не становится, очень многие из них социальные сироты. И пока данный ребенок находится в школе, в интернате, там все нормально, то есть там выстроено, есть там защита и так далее. А вот когда ребенку исполняется 18 лет, либо он выходит из стен вот этих учреждений, возникают вопросы, а что дальше? И поэтому, как правило, вот эта категория детей, молодежи, она идет либо в начальное, либо в среднее образование, часть идет в вузы. И подчас очень бы хотелось для того, чтобы эти дети были подготовлены к будущей жизни. То есть от моего учреждения мы выиграли возможность на уровне региона, а регион вошел в федеральную целевую программу по социализации детей-сирот. И вот эту площадку сейчас у себя развиваем. В чем суть? То есть первое, это подготовить ребенка-сироту к поступлению в учебное заведение, чтобы он понимал, а что ему нужно, где у него больше таланта, то есть где ему лучше будет учиться. Второе, это социализация в коллективе. То есть когда вот все дети-сироты, это один коллектив, но когда он приходит в иную среду, это немножко иные дети, иные взаимоотношения, чтобы он был к ней уже готов. И третье, это трудоустройство дальнейших вот этих сирот, чтобы оно было максимально-максимально возможным, чтобы вот процент этот был намного больше. Самое очень важное, то что для этого не нужно много денег. То есть это недорогие абсолютно какие-то там и незатратные программы, но очень важно, чтобы вот эти программы, они были как можно в большей и в других регионах. У тебя с самими коллегами общаюсь, то есть где-то есть, где-то хотелось бы, чтобы в большем количестве вот эти федеральные программы были по социализации детей-сирот. И вот как пример вот этой нашей работы, у меня вот есть вот наш воспитанник, его зовут Виталий Сурбашев. Однажды вот он, Дмитрий Анатольевич, увидел, как вы и Владимир Владимирович, на велопрогулке находитесь. И его натолкнуло на вот такое, скажем так, размышление, он создал бизнес-проект свой. А мэр города, города Горно-Алтайска, то есть сегодня здесь поддержал. И Владимир Владимирович, мы это ни на что не натолкнуло. Мы никакого бизнеса совместного не создали. А он создал. Молодец. А его натолкнуло, да. И вот, то есть поддержали, он защитил этот проект, и теперь занимается велотурами, велотуризмом. Это у вас в Горно-Алтай, да? Да. И вот он настоятельно меня просил, чтобы я вас пригласил на экскурсию в город Горно-Алтайска. Спасибо. На вот экскурсию по велотуру по городу Горно-Алтайска. Привет ему передавайте. Обязательно. Значит, скажите, что я постараюсь это предложение реализовать. Я на велосипеде что-то стал кататься больше, вот не знаю, может просто именно потому, что это хороший вид спорта и, так сказать, возможность зарядиться с утра кислородом. Я по утрам стал кататься на велосипеде, так что буду стараться поддерживать необходимую форму, чтобы потом принять участие в вашем велотуре этому. Значит, Виктор Геннадьевич, по поводу сирот. Значит, я считаю, что, конечно, это, опять же, задача, которой должна заниматься вся страна. И это не лозунг, а именно так и должно быть. Это первое. Второе. Единая Россия, как ведущая политическая сила, конечно, должна обращать внимание на тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Будь то пенсионеры, у которых низкие доходы, инвалиды, люди, у которых ограничена трудоспособность и физическая форма может быть не идеальная. И, наконец, сироты, которые вынуждены получать образование, жить и учиться в детских домах. У вас, кстати, сколько всего детских домов и сирот на территории Горного Алтая? Общее количество сирот в республике Алтай – 1800. 1800. Конечно, желательно развивать современные формы их обучения, потому что это не обязательно должны быть детские дома, вот такие стандартного государственного типа. Очень часто появляются сейчас и другие формы, более прогрессивные, такие приближенные к семьям. Это точно лучше. Но есть, конечно, ситуация, когда наши граждане просто и не могут устроиться в такие семьи. И в этом плане очень важно, чтобы они в будущем понимали, что с ними будет происходить. И вот здесь ситуация в стране очень пёстрая. В каких-то республиках и краях, областях этой теме уделяют необходимое внимание. Там нет очереди у тех сирот, которые заканчивают учёбу в школе, на получение, допустим, жилья, которое им положено по закону. И за ними как бы осуществляется такой пригляд или присмотр, и в период получения ими образования среднего, специального уже там, или же, допустим, высшего. В каких-то территориях ситуация гораздо хуже. И очередь из детей-сирот на получение жилья, она годами не рассасывается. И это очень плохо. Потому что это право у детей-сирот, оно предусмотрено действующими законами, оно должно быть в полной мере обеспечено. Теперь, как решать эту задачу? Вы сказали о федеральных программах. Я не исключаю, что в ряде случаев можно использовать и федеральные ресурсы. Но вообще-то, по-хорошему, это региональная задача. Нельзя все задачи решать из федерального центра. Понимаете, так можно дойти до абсурда. Федеральный центр должен заниматься всем. Это вообще-то задача региональная и муниципальная. Конечно, денег в регионах, и особенно в муниципалитетах, не хватает. Но надо всё-таки стараться их изыскивать. Может быть, использовать и программы софинансирования. Может быть, кстати, в ряде случаев и бизнес привлекать. Потому что, когда вводится новый, допустим, жилищный объект, вполне можно планировать несколько квартир для детей-сирот. Ничего не случится в этом случае и для регионального бюджета, и даже для интересов того или иного бизнеса. Поэтому можно решить эту проблему только навалившись всем миром. Она решаема в случае неравнодушного отношения нас с вами и внимательного отношения, конечно, тех, кто принимает решения по судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Я считаю, что эту задачу вполне можно решить в масштабах страны, потому что в других странах она в значительной мере решена. И у них даже таких детских домов, как у нас, вы знаете, нет. Более того, они всячески стараются усыновлять детей из нашей страны, что, кстати, создаёт с другой стороны определённые проблемы, потому что зачастую мы сталкиваемся с очень грубым и даже преступным отношением к детям, которые усыновлены из России. Но это отдельная тема. У меня ещё один вопрос к вам. Вернее, как предложение. Опять же, о системе профподготовки ребят. Очень важно, чтобы будущие кадры были здоровыми, молодыми, энергичными. Их здоровье – это большое значение. Сегодня около 30% ребят, которые учатся в этой системе, имеют те или иные какие-то уже заболевания. Часть из них связана с их питанием. Многие годы, особенно в системе бывшей ПТУ, всех ребят без исключения кормили. То есть хотя бы раз в день. А раньше было, что и три раза в день кормили. Сегодня, к сожалению, не все регионы, не все учебные здания могут себе это позволить. Но на сегодняшний день, ведь ребята, особенно что касается Республики Алтай, у нас 70% населения живёт в селе. Причём у нас рост населения достаточно хороший. У нас в семьях есть 2, 3, 4, даже 8 детей есть. То есть представьте, отправить вот этого ребёнка, естественно, семья из сельской местности не может полностью обеспечить всем необходимым вот этого ребёнка, это понятно. И вот училище, где этот ребёнок учится, то есть подчас это единственное место, где он может получить нормальное, полноценное питание. Вот у меня сегодня, то есть в училище, максимальная стоимость нормального, хорошего обеда из трёх блюд максимум это 50 рублей. То есть почему я объясню, потому что мы с другим училищем заключили договор, мы им там чьём, делаем там услуги и так далее, те выращивают овощи, мы у них потом это покупаем, они покупают наши услуги, и тем самым у меня удешевление, то есть питание, ну получается в разы. Поэтому вот эту проблему мы опять же можем решать сами, но когда мы начинаем её решать, о том, чтобы кормить всех, мне говорят, покажи документ на уровне региона или Российской Федерации, в котором написано, что кормить можно всех. То есть я беру, сегодня, допустим, и направляю вот эти денежные средства, скажем, на питание. Мне говорят, нужен нормативный документ. Поэтому вот здесь, Дмитрий Анатольевич, у меня огромная просьба, то есть я думаю, от лица моих многих коллег других нужен нормативный документ на уровне Российской Федерации, который бы регламентировал порядок питания детей именно в начальном, среднем, а возможно, там и в высшем, скажем так, уровне образования. То есть вот это очень важно сегодня нам, чтобы для того, чтобы, ну, обеспечить нормальный документ. Мы в том числе готовы и сами выступать, скажем так, соучастниками. Вот это, наверное, здесь не нужно великих каких-то денег абсолютно. Я с этим согласен. Значит, насчёт высшего образования всё-таки это отдельная тема, значит, тому, как всё-таки это уже взрослые обычно люди, совершеннолетние, дееспособные, и, ну, они сами должны об этом всё-таки думать. Но если речь идёт о несовершеннолетних, у тех, кто получает образование в школе, то есть в рамках общего образования или получает начальное и среднее специальное образование, то это ещё дети, и мы должны думать о том, в какой физической форме они встретят своё совершеннолетие, как они будут чувствовать себя в нормальной взрослой жизни. Значит, это не в последнюю очередь связано с проблемами питания. Действительно, в советский период это, кстати, я считаю, было очевидное достижение. Обеспечивалось питание и в средней школе, в общеобразовательных учебных заведениях, и в ПТУ, и в техникумах. Ну, качество образования умолчим, значит, какое было, как и качество питания. Значит, поэтому не надо идеализировать то, что было. Я уверен, сейчас у вас уровень образования в вашем учебном заведении выше, чем он был когда-то в советский период, несомненно. Значит, если действительно существует какая-то нормативная преграда для того, чтобы можно было направлять деньги на кормление учеников, я считаю, что эта преграда должна быть снята. Я дам поручение проверить, значит, в чём здесь трудности по линии Министерства образования, и в случае, если такие трудности есть, отменить их, эти преграды, или принять нормативный акт, который регламентирует порядок осуществления горячего питания, речь идёт именно, скорее всего, о горячем питании, учеников профессиональных учебных заведений, средних и начального звена. И второе, что я хотел бы сказать, у нас есть неплохой опыт. Вот вы сказали о том, что вы обмениваетесь с другими коллегами, вы им услуги оказываете, они вам овощи, фрукты присылают. Это здорово, ничего плохого в этом нет. Но есть и такие более профессиональные программы. Мы в рамках нацпроекта образования реализовали проект по горячему питанию для школ. Он, конечно, не везде работает. Опять же, ситуация довольно пёстрая. В каких-то территориях он работает, в каких-то не очень. Но самое главное, что мне кажется важным в этой ситуации, мы смогли дать представление о том, каким должно быть питание для школьников. Для школьников в широком смысле этого слова. Оно должно быть разнообразным, оно должно включать в себя витамины, оно должно быть просто элементарно вкусным. Потому что иначе просто дети есть не будут. Это тоже известно. Ну, кроме определённых ситуаций. И эта система работает. Я вот смотрел, ну, в целом ряде регионов очень хорошие сделали технологические приспособления. Вовсе не обязательно, кстати, для этого. Вы же, наверное, сами готовите у себя, естественно. Да, но это тоже возможный вариант, хотя все наши эти плитки, там они старые, кастрюли тоже старые бывают, нужно это менять, это всё денег больших стоит. Очень прогрессивной, на мой взгляд, является система, когда вот эти полуфабрикаты, причём они хорошего уровня, да, они в школе только разогреваются, значит, а всё это делается на фабриках. Но качество очень хорошее. Ну, и плюс там соки поставляются, там фрукты. Тоже, я считаю, очень такая серьёзная тема, которой можно было бы в будущем Единая Россия, может быть, заняться в качестве одного из проектов. То есть дальнейшее продвижение вот этой системы питания школьников и учащихся профессиональных учебных заведений. Я думаю, все родители нам спасибо скажут, если мы сможем это решить. не только в столицах, но и в сельской местности, и в небольших городах. Пожалуйста, кто хочет продолжить. Прошу вас. Башков Пётр Иванович, глава города Красноярска, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Город Красноярск – один из молодёжных городов Сибири. Средний возраст Красноярца – 36 лет. Город активно развивается, растёт численно, и по строительству жилья мы уже приближаемся к той задаче, которую вы поставили, к одному квадратному метру на жителя города. Мы активно участвуем среди всех проблем, которые есть сегодня в городе. и одна из самых актуальных – это получение жилья для молодой семьи. Мы активно участвуем в реализации федеральной программы жилища, краевой программы. Кроме этого, у нас есть несколько наших муниципальных программ. Одна из них – молодой красноярской семье «Доступное жильё». Суть её заключается в том, что 40% мы выделяем средства с бюджета города, 60% платят участники этой программы, и она действительно пользуется большим спросом. Кроме этого, у нас есть программа, она так и называется 50 на 50, это 50% мы доплачиваем средства, выделяем с бюджета, и 50% участник программы. Эта программа направлена для оказания помощи молодым учителям, врачам, работникам культуры. Если сегодня говорить об опыте Красноярска по решению жилищной программы, сегодня уже за последние годы очень большой опыт накоплен в целом по России. Так что я считаю, что пришло то время, когда надо объединить лучшее, что есть и самое эффективное, в решении этой важнейшей проблемы и распространить на всю Россию. Фёдор Иванович, у Вас какая ставка ипотечная сейчас в Красноярске? 11%. 11%. Вот по такой ставке кто может жильёт взять? Ну это очень сложно. Если не помогут родители, то практически сегодня сложно попасть в эту программу. Да, так вот Вы как решаете тогда применительно к молодёжи? Потому что 11% это реально очень высокая ставка. Она была и большая, особенно в период экономического кризиса. Но и 11% это много. Вы сами-то что делаете? Вот что Вы, датируете эту ставку? Или в чём, так сказать, этот опыт-то? Да, мы за счёт бюджета датируем практически полностью эту ставку. И участник программы доплачивает только ту часть, которая остаётся при получении ипотечного кредита. То есть Вы полностью покрываете всю кредитную ставку, или же Вы ещё и первоначальный взнос каким-то образом субсидируете. И первоначальный взнос, мы 50% стоимости квартиры сразу платим за участника программы, бюджетника. Это молодой учитель, врач, работник культуры. Остальные 50% он платит в течение 5 лет равными частями. Нет, Анатолий, вот я прошу прощения, как вы предъявили, это Россия. Вы запускали весной поляр. Мы там вместе, я вам докладывал, даём кредит под 0% без первоначального взноса на 20 лет. И то ноют. Но это вообще ум надо иметь, чтобы не рассчитаться. На 20 лет 0, 0, 0. И то. И то мы тогда поддержали. То есть нам вот здесь вот не надо уходить. 5 лет сюда, ну нереально на сегодняшний день. Ну что ж, ну пошёл как пошёл. И ну пусть мы даём по 3 тысячи семей, вот такие, за 3 тысячи вот на весь Кузбасс. Но помните в лесной, когда мы рассуждали, мы за счёт этого уж только сдвинуться. Так это на 20 лет под 0%. И то, где вот совпадает, там учитель, врач, допустим, ну ученик 7, и то им тяжело, и то тяжело. Я считаю, что сегодня очень важно для решения этой программы и этой проблемы подключать и частные компании. Тем более, что уже примеры есть, вот сегодня они прозвучали. Есть примеры, когда железно, наши российские железные дороги, компания для своих сотрудников выделяет ипотечные кредиты, оказывают содействие. Я думаю, что в этой ситуации и другие компании, частные компании могли бы вместе с государством принимать участие в решении этой задачи. Я думаю, что и федеральная программа, они должны быть более гибкими, потому что те условия, которые сегодня созданы в квадратных метрах, в рублях, в возрастной ценз, они не всегда позволяют нам эффективно работать вот в этом направлении. Я думаю, что в целом на сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы эту проблему решать более эффективно, вовлекать все большее количество молодых семей в решение этой проблемы. И я думаю, что результат будет только положительный как экономический, так и демографический. Спасибо. Петр Иванович, коллеги, жилищную проблему полностью решить невозможно. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Почему? У человека меняются потребности. В 20 лет достаточно однокомнатной квартиры, в 40 лет, когда у тебя дети, а может быть и внуки, однокомнатной уже недостаточно. Да, мы помним, все мы выросли в малогабаритных квартирах, в которых, а только в коммуналках, жили по два, по три поколения людей. Это невозможно. Поэтому мы должны создать такую систему решения жилищной проблемы, которая будет гибкой. Первое. Второе. Жилищная проблема будет и в ближайшие годы главной проблемой нашей страны. Вот что бы там ни говорили. Да, зарплаты важно, но люди готовы получать и относительно небольшие деньги. Да, медицина тоже, безусловно, важна, потому что здоровье, оно и есть здоровье. Но жилье проблема номер один. Посмотрите по любым социологическим опросам. Что для тебя самая главная проблема? Большинство жителей нашей страны ответят – жилье. И в 20 лет, и в 70. Нужен гибкий механизм. И я вас поддерживаю в том, что те инструменты, которые предлагает, скажем, Российская Федерация, то есть федеральный бюджет, они должны быть тоже более гибкими. Но и региональные инструменты должны быть более гибкими. И вы тоже должны понимать и регионы, и муниципалитеты, что одной федерации эту задачу не решить. Нужно распространять тот опыт, который хорошо себя зарекомендовал. Вот, Аман Гумерич, рассказывает о своем опыте, и у вас есть свой опыт. Его нужно тиражировать в масштабах страны. Желательно расселяться, причем по всей территории, то есть строить больше жилья малоэтажного. Это наш стратегический курс. Третье. Жилищную проблему в нашей стране можно решить только в случае, если у нас будет в целом нормальная макроэкономическая ситуация. Знаете, конечно, вот с 11% сбивать кредитную ставку до 5%, а то и до 0% в отношении бюджетников, но это какое государство выдержит? Этим же никто не занимается, кроме нас. Но давайте вот по-честному обратим внимание на эту проблему. Никто так не субсидирует кредитную ставку, как мы. В этом смысле мы передовики. И, наверное, это все хорошо. Но проблема в том, что мы субсидируем ставку с уровня в 11%. Почему? Потому что у нас инфляция такая. Если у нас инфляция в 8-8,5%, то, естественно, сразу же кредитная ставка вырастает до 11%. А как кризис начинается, и до 15%, и до 17%. Значит, задача придерживаться макроэкономических параметров остается одной из самых важных. Так, сделаем инфляцию такую, например, как в странах Евросоюза, или хотя бы приближенную к ним, или в Китае, чтобы она была у нас процентов 5, кредитная ставка будет другой. И по-хорошему люди должны понимать наши, они эту кредитную ставку должны платить. Если речь идет о тех, кто деньги зарабатывает, а не ждать милости от природы или от государства, которое полностью просубсидирует ее. Бюджетники – отдельная тема. У них пока зарплаты невысокие, действительно, здесь можно использовать различные инструменты. Поэтому, еще раз подчеркиваю, тиражирование хорошего опыта, гибкость инструментов и нормальная макроэкономическая политика. И тогда мы сможем, если не решить жилищную проблему для всех, то во всяком случае найти работающие инструменты, которые будут применяться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я очень рассчитываю на то, что Единая Россия, как ведущая политическая сила, также будет уделять этому свое внимание. Потому что, закончим на том, с чего он начал, большинство наших граждан считает жилищную проблему самой главной. Дмитрий Анатольевич, я предложу извинения. Я перед тем, как отъехать из Красноярска, встречался со студентами и преподавателями Сибирского федерального университета. Они просили передать вам слова благодарности за поддержку. За пять лет университет сегодня действительно стал достойным высшим учебным заведением в нашей стране. И приглашают вас, как председателя попечительского совета, приехать в Красноярск и посмотреть, что сделано. Спасибо большое. Спасибо, Петр Иванович. Значит, я рад, что Красноярский федеральный университет состоялся. Это же действительно отчасти мое детище, потому что я тогда стоял у истоков создания Красноярского федерального университета и Южного федерального университета. И не буду скрывать, у меня были сомнения. Потому что я сам выпускник классического древнего университета, для нашей стороны, Санкт-Петербургского. И знаете, одно дело, когда школа 100-200-250 лет, а другое дело, когда университет создаётся с колёс. Потому что университет – это же не только стены и оборудование, не только деньги, но это ещё и профессорский преподавательский состав и традиции. И вот хорошо, что всё получилось. И в результате вот этих решений возник новый мощный образовательный центр. Я желаю успехов всем студентам и постараюсь заехать. Пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Алексей Князев. Химик. Заведую достаточно большой лабораторией в Томском государственном университете. В прошлом году мы с вами встречались, вы вручали премию, высшую награду для молодых учёных. Мне и Екатерине Шацкой мы снова сидим рядом. Спасибо за эту ситуацию, кстати. Что вы с премией сделали, расскажите. Прежде чем мне вопросы задавать, поделитесь. Что с премией? Ну да. Где-то за два месяца мне удалось её истратить. Ну значит, это не так мало раз два месяца тратили. А на что тратили, если не секрет? В основном вложил в то, чем занимаюсь. Это инновации, наука, это поддержка наших разработок. Кое-что купил себе ещё гараж. Но это небольшая. Но это не инновация, а всё остальное… Гараж тоже инновации, но личные. Личные инновации, да. Катерина, а почему лежит? Скажите просто интересно. Мне интересно. Извините. Ну, на самом деле, для меня это, наверное, больше, чем деньги, немного. И моя профессиональная деятельность сейчас, и моё положение, в том числе в Сибирском федеральном университете, и работа по федеральным программам, позволяет мне не тратить эту сумму. Транно. Я сейчас работаю по двум программам Миноборнауки по постановлениям правительства Российской Федерации номер 220 и 218. У меня хороший доход. Спасибо. Отлично. Ну, и премия лежит, я думаю, это очень серьёзная сумма, на самом деле. Она лежит под хороший процент, который покрывает инфляцию. У меня, у Алексея Бобровского, это так. Ну, отлично. Просто мне на самом деле интересно, куда премия девается. Нет, рука не поднимается истратит, честно. Хорошо, что не тратите, значит жизнь более-менее. Ну, пожалуйста, Алексей. Мне лучше надо было потратить на инновации, поэтому не удержался. Тоже вызывает уважение. Чем сейчас занимаемся? В общем-то, премия была вручена за то, что мы создали первое в России производство очень ценного химического вещества глиоксали. Как оно называется? Глиоксаль. Тем самым Россия стала девятой страной, которая обладает этой технологией. Сейчас на основе этого вещества мы запускаем, что-то уже запустили, запускаем ещё новое производство. У него более 2,5 тысяч применений для самых разных отраслей промышленности. Встраиваемся в химический комплекс нашей страны. На разработку технологий у нас ушло порядка 4-6 лет, смотря как считать. И я считаю, что это достаточно длительный период, несмотря на то, что, в общем-то, все научные заделы были выполнены. Дело в том, что у нас недостаточно инфраструктуры для проведения таких инновационных проектов. Приведу пример. В 2009 году в Европе изобрели новый углеродный материал – карбон. Где-то через полгода после его изобретения было уже всё внедрено, и мы уже видели, что ездят машины с карбоновыми кузовами, есть элементы архтехники с такими материалами. У нас же разработки, чтобы дошли до промышленного применения, требуется достаточно большой период. На мой взгляд, недостающим звеном в инновационной инфраструктуре, разделяющем науку и промышленность, являются технологические парки, назовём их инжиниринговые центры. То есть то место, где учёный может проверить свою идею, где он может наработать первые образцы, первые килограммы своей инновационной продукции, и может достойно представить свою продукцию или свою технологию для промышленности, для бизнеса. На мой взгляд, следует об этом вопросе подумать. Может быть, та новая структура, которая создана вами, это общественный комитет. Я знаю, что вы много уделяете внимания этой структуре. По-моему, вчера вы обсуждали как раз транспортную проблему. Может быть, эта проблема тоже войдёт в круг интересов общественного комитета. А мы можем поделиться своим опытом, поскольку уже не одно производство запустили. И у нас есть кое-какие наработки в части концепции таких инжиниринговых центров. Спасибо. Спасибо, Алексей. Во-первых, я, конечно, полностью поддерживаю идею, чтобы тема создания таких инновационных инжиниринговых центров, центров коммерциализации, изобретений была в центре внимания, в том числе и общественного комитета, который был создан, и в целом того, что я предложил назвать большим, расширенным, или там ещё один термин появился, открытым правительством. Потому что это, на самом деле, собственно, то, чем мы должны заниматься в ближайшие годы. Это абсолютно актуальная тема. Это уже как бы такое уже общее место, сетовать на то, что мы изобретать гораздо, а внедрять изобретение не умеем, или же отдаём это всё за границу. И это, на самом деле, к сожалению, именно так. Но это не значит, что эту ситуацию невозможно переломить. Нужно просто создавать такие модели, которые будут работать. Вот вы создали свой препарат, да? И, значит, вот сейчас вы занимаетесь его практическим, как я понимаю, распространением, приложением к тем или иным бизнес-проектам. Правильно? Да, мы создаём новое субпроизводство уже на основе этого среди. Новое субпроизводство на основе этого препарата. Значит, а на самом деле, по-хорошему, эта система должна выглядеть так. Значит, уже на стадии подготовки соответствующих идей существуют структуры. Ну, они там иногда на Западе ангелами называются, иногда называются просто венчурными структурами, которые готовы свои небольшие деньги вложить, независимо от того, какой будет результат. Но если ничего не получится, значит, финансирование пролетело, но не особо жалко, потому что многое не потратили. Вот с этим у нас пока проблемы, потому что это проблема не только того, что у нас мало денег. У нас уже не так мало в стране денег, и бюджет не маленький, и бизнес не такой бедный, как, например, был там 15 лет назад. Значит, это ещё и проблема ментальности. Ну, я об этом говорил, ещё раз повторю. Зачастую наши бизнесмены, ну, раньше, во всяком случае, они лучше потратят эти деньги где-нибудь на отдыхе, нежели там вложат там 20, 30, 50 тысяч долларов в какое-нибудь рисковое предприятие. А на Западе другая парадигма мышления, бизнес-мышления. Вот я кину немножко денег, если получится, здорово, не получится, ну, что делать. Дальше, значит, после того, как что-то получилось, уже должны подключаться новые структуры, которые готовы выделить более существенные деньги для тиражирования разработки или для того, чтобы на её основе создать новый продукт. Это уже более серьёзные затраты, которые, например, требуют кредитования. Значит, дальше исследования продолжаются, и если что-то из этого получается, это уже более крупный бизнес-проект, под который тоже должны быть найдены деньги. Одновременно должна идти параллельная или, так сказать, там, даже с неким опережающим лагом таким система патентования, значит, которая у нас тоже, к сожалению, находится не на высоте, потому что мы традиционно не патентовали свои разработки. Причём, опять же, дело даже не в деньгах, а именно в бюрократичности самой системы. На самом деле огромное количество, казалось бы, таких полубессмысленных, на первый взгляд, или не вполне актуальных в бизнес отношении наших разработок утекло за границу, потому что они были запатинованы там, и то, что не применялось там 10-20 лет, оказалось применимым на сегодняшнем уровне, в сегодняшних условиях. И теперь, значит, патентообладателями являются иностранные компании, иностранные физические лица. Вот как это всё соединить? Это отдельное искусство, которому нам нужно учиться. Кроме того, на мой взгляд, конечно, очень важны примеры совместного использования и решения этих задач в масштабах регионов, в масштабах округов и просто в масштабах отдельных технопарков. Что я имею в виду? Сейчас достаточно модной стала идея, которая реализуется в Сколково. Но я хотел бы всем сказать, и вам, и вашим коллегам, мы вот это Сколково создаём не ради того, чтобы создать рай в отдельном месте, такой инновационный рай в Подмосковье, где будет всё, включая финансовые льготы, где будут классные специалисты, красивые дома, хорошо оснащённые лаборатории, а везде, в других местах будет разруха, и учёные будут голодать. Значит, а бизнес будет заниматься совсем другими вещами, будет там заниматься сырьём, торговлей, но никак не будет связан с инвестициями в науку. Мы как раз Сколково создаём для того, чтобы распространить его по всей стране. Это могут быть и филиалы этого самого инновационного центра в Сколково, это могут быть какие-то другие единицы, но это просто полигон для того, чтобы отработать модель. И вот это, может быть, тоже должно быть предметом рассмотрения в общественном комитете. Я вас приглашаю и, конечно, вас тоже принять в этом всём участие. Я надеюсь, что вы внесёте свой вклад. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги. Александр Карелин, Государственная Дума. Привет. Добрый день. У меня вопрос, на самом деле, применительно к нашим организационным возможностям, как партии. Закон обновили, 171-й, ввели ограничения очевидные и на торговлю возле школ. Я сейчас говорю об алкоголе, спиртосодержащей продукции. И то, что несовершеннолетним продавать нельзя. Но уже череда встреч проходит очень активно, ярко. Везде, особенно от педагогов, от учителей, от директоров школ, очевидный упрёк. Не работают нормы. Не работают? Да. Не работают, не исполняются, не везде. Где-то формально, особенно то, что касается дистанции по удалению, где-то, понятно, нечистоплотные на руку торговцы. И ещё один упрёк в связи с тем, что мы же пиво там перенесли через год, на 1-е, 13-го года, с 1-го января. Они говорят, может, и пиво сразу ограничить для торговли. По-моему, мне представляется, что мы можем наши возможности организационные, как партия парламентского большинства, представленная во всех парламентах, на всех уровнях, применить и больше, может быть, контактировать и с педагогической общественностью, чтобы более деятельно эти нормы заработали. И по торговле молодым. И вторая история, о которой бы я хотел сказать, на мой взгляд, здесь очень очевидное противоядие против этой беды, это детские тренеры и учителя физкультуры. То есть вот та часть, о которой мы не однажды и на совете дискультировали, всё-таки возможности в законе предусмотреть и перспективу мотива для детского тренера и для учителя физкультуры, в том числе и заниматься там узкой специализацией в свободной от основной работы время. То есть это часть закона о спорте или закон о детском спорте. Это, на мой взгляд, разумная и правильная альтернатива. Вот в этой связи, на мой взгляд, мы сможем и как партия себя показать, и как уже сегмент парламентской деятельности. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Показать точно сможем, если будем этим заниматься. Сначала про тему борьбы с дурными привычками, с алкоголем, который является на самом деле реальной проблемой для нашей страны. Здесь не надо прятать голову в песок и всё время говорить, ну это наша русская привычка, с этим бессмысленно бороться. И вот здесь, к сожалению, у нас разительное отличие от всего мира, кроме отдельных государств, где тоже с этой проблемой боролись или борются. Значит, что делать? Два направления, и вы их обозначили. Первое направление – это запреты, самые разные. И за последнее время, если я не ошибаюсь, это совещание, которое расценили как очередную кампанию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. На самом деле это никакая не кампания, и нам бы ни в коем случае нельзя возвращаться к периоду 1985 года, который кроме вреда ничего не принёс. Это не кампания, это линия государства и нашей партии на то, чтобы люди были более здоровыми. Значит, что нужно делать? Нужно использовать и запретительные механизмы. Какие? Административные, включая запрет торговли. При этом я, кстати, обращаюсь ко всем присутствующим здесь губернаторам и ко всем другим нашим губернаторам. Мы специально обсуждали это в таком ключе. Нет смысла это регулировать всё сверху. Каждая территория должна определиться, что конкретно запрещать, в какие часы торговать, где торговать и как торговать. Но есть федеральные запреты, они, конечно, действуют. Всё остальное региональное. Почему? Потому что есть специфика. Каждой местности есть специфика. Это мы тоже знаем. Есть север, есть Сибирь, есть юг. Ситуация разная. Проблемы есть везде, но ситуация разная. Второе. Ответственность. Помимо банальной административной ответственности, вы знаете, мы ввели уголовную ответственность за неоднократную реализацию несовершеннолетним алкогольных напитков. Потому что в советские времена всё-таки запреты, они не только были, но они и исполнялись. И, в общем, большинство продавцов просто боялось продать бутылку несовершеннолетнему. Это невозможно было, потому что могли сразу в башке надавать, там уволить. А советская торговля – это была сила. Тот, кто работал, тот деньги имел. Поэтому боязнь была. В последние годы, особенно когда это стало приобретать бесконтрольный характер, у любого ларька, вот любой клоп вот такого роста приходит, даёт там свои 200 рублей, ему продают любую бутылку, любую пачку сигарет. Но такого нет ни в одном мире. За это руки отрубают, извините, так сказать, там, жёстко говоря. Где это вообще можно себе представить? Поэтому здесь, я считаю, очень важно, чтобы эта норма была работающей. Я обращаюсь, кстати, ко всей партии, в данном случае, ко всем активистам партии. Слушайте, но если вы видите это, надо просто звать милицию, другие контрольные структуры и привлекать к ответственности работников торговли, которые этим занимаются. Скажу жёсткую вещь. Посадим человек 20, охоту отобьём. Будут бояться. Будут бояться. Так жизнь устроена. И второе направление, которое вы обозначили, которое ещё важнее, это просто другая жизнь. Спорт прежде всего. Спорт и профессиональный, и просто обычная физкультура. Тренеры, учителя, которые собирают детей, которые объясняют им, что на самом деле гораздо интереснее заниматься спортом совместно, решать какие-то задачи, чем где-то сидеть в подъезде и по стакану разливать. Но здесь тоже всё понятно, что делать. Я могу сказать, что мы всё-таки и вашими трудами, и трудами большого количества людей за последние годы очень сильно продвинулись. Посмотрите, какое количество физкультурных объектов, спортивных объектов сдаётся в стране. На самом деле очень приятно, когда приезжаешь в любую территорию, губернатор прежде всего, когда мы ездим, допустим, говорит, вот здесь у нас будет дворец спорта, вот здесь мы открыли хоккейную коробку поставили, здесь футбольное поле, здесь просто оборудовали что-то. Это вошло в ткань ежедневной работы органов власти. А ещё недавно, скажем, лет 5-7 назад, ну, ребят, слушайте, у нас денег нет, вы подкиньте что-нибудь из федерального бюджета, тогда мы что-нибудь построим. А сейчас почему-то все деньги нашли, ведь все же строят спортивные объекты, вот все здесь присутствующие губернаторы, все их строят. При том, что бюджеты, они выросли, конечно, но не радикально, они выросли, но не там в 20 раз. Поэтому, когда хочется на что-то найти деньги, деньги находятся. И ещё одна задача поддержать тех, кто этим занимается, учителей физкультуры, тренеров, потому что, ну, зарплаты известно какие были, сейчас мы эту ситуацию тоже стали менять. Нужно сделать так, чтобы работать не только с профессионалами высокого уровня, но и с мальчишками и девчонками, было престижно, ну и чтобы какие-то это доходы давало обычному учителю физкультуры, обычному тренеру. Вот эта задача большая и тоже, мне кажется, большая, и тоже задача для партии «Единая Россия». Так что давайте этим займёмся. То, что Вы сейчас сказали, у нас уже достаточно активно сейчас занимается проект «Горячая линия» по тем точкам продажи, которые есть, «Молодая Гвардия». Мы просто должны создать не деньги, а в штабах не тем, кто сегодня занимается реализацией и привлекая полководных органов, конечно. Я не имею в виду регионы. В регионах «Горячая линия» создаёт проект. В регионах мы сейчас рекомендуем создание «Горячая линия» как раз по вот этим проблемам осуществления контроля, где происходит торговля несовершеннолетним, где происходит торговля на ночное время, для того, чтобы создать просто нетерпимую жизнь вот таким продавцам. Давайте так договоримся. Значит, надо сделать поручение по партийной линии на эту тему, а я в свою очередь ещё и дам поручение официальное, чтобы соответствующие «Горячие линии» были организованы во всех регионах нашей страны. И пусть губернатор этим заботится. Да, пожалуйста, Сергей Григорьевич. Шойгу, министр, по чрезвычайным ситуациям. Адмир Анатольевич, я, собственно, ну если продолжение этой темы, по-моему, тут как раз огромное поле деятельности. То, с чего мы, собственно, начали, это те самые волонтёры, те самые добровольцы, которые могли бы создавать уже бригады дружины по контролю за торговлей алкоголем, так сказать, особенно вблизи учебных заведений. Ну, это, я думаю, что наши товарищи по партии, ну и, естественно, губернаторы поддержат это и довольно быстро. Во всяком случае, это такая точечная задача, которая принесёт очень быстрый и очень хороший эффект. Вот, сказать хочу о другом и просить, наверное, хочу о другом. Вы давали уже поручение по поводу развития малой авиации. Вы давали поручение, потому что для Сибири, для Севера это крайне важная вещь. Крайне важная вещь у нас, к сожалению, такое понятие, как полярная авиация, она перешла из полярной в отраслевую. И те, кто работает у нас сегодня на Севере, они как-то поддерживают эту авиацию, я имею в виду нефтяников, газовиков, так сказать. Но то, что касается обычного гражданина, в своё время, когда я учился там, работал в Краснодарском крае, то я из Норильска мог прилететь в Хатангу, в Панкаменную Тунгуску, в Дудинку и здесь. Сегодня это сделать невозможно. Сегодня доступность, мы говорим о доступной среде в разных местах, но мы изучили, коллега Левитин, так сказать, занимался этим в Канаде и на Аляске. Изучал опыт как раз внедрения малой авиации, как она там работает. Там в городах с населением 70 тысяч, по полторы тысячи самолётов. Малой авиации там, как Жигули у нас в своё время, примерно так, потому что на Севере по-другому нельзя. Это малая гидроавиация, это то, что садится и на лодку, и на лыжи. И если бы у нас была такая возможность, допустим, там на Новосибирском авиационном заводе, и Менчкалова, на Иркутском заводе, начать производство этих самолётов, уже готовых самолётов, не тратить время на их разработку, она есть, полярная авиация, она есть, отработанная, разработанная, двухдвигательная, хорошие машины, и мы бы достаточно быстро могли вырваться здесь вперёд. Это первая часть. А вторая часть, Дмитрий Ильич Кулевы были родоначальником Сибирского университета, Красноярского. Вот так случилось, не по блату сразу могу сказать, возглавляя ассоциацию выпускников данного университета. Я, как вас, отца родоначальника этого университета, хотел бы просить продолжить эту хорошую традицию и поддержать идею красноярцев, сибиряков и в данном случае университета. У нас Олимпийские игры зимние в Сочи, универсиада летние в Казани, чемпионат мира по футболу, опять же, европейская часть. Но в Сибири что-нибудь надо дать, мы хотели бы заявиться на универсиаду в Красноярске, зимнюю универсиаду. Если вы это поддержите, мы будем просить вас дать поручение Александру Мичужукову, как президенту Олимпийского комитета национального, и Муткову, министру спорта, чтобы они поддержали нас и приняли такую заявку от нас. Мы вот сибиряки, а в данном случае как сибиряк выступаю. Ну вы действительно сибиряк, а что вы не стесняетесь? Сейчас вы министр, временно, а так вы сибиряк, навсегда. Меня настораживает слово временно, вот это меня, да. А меня нет, я вот, например, не считаю, что все мы временно. Согласен с вами, согласен, ну тем более, что время так подзатянулось слегка. Иногда это третье. Третье, вы знаете, мне кажется, что в свое время, в том числе и при вашем активном участии, мы начали такую программу, которая называется «Жилищные сертификаты». Сертификаты ни одна страна мира не предоставляет после стихийных бедствий жилье никогда и никому. Даже если оно разрушено полностью, этим занимаются страховые компании. Мы в этой части уникальная страна, и мы каждый год, у нас доходит до 5000 сертификатов, которые мы выдаем людям, которые потребуются. Все это нецивилизованность. Ну, в какой-то части я с вами согласен, но здесь хотелось бы эту часть перенести все-таки в цивилизованное русло. И тут идея какая? Распространить вот эту политику выдачи сертификатов на сибирские, северные и дальневосточные регионы, но исключительно для тех специалистов, которые крайне необходимы для этой территории. Тогда они будут и федеральные, и региональные сертификаты. Допустим, Аман Гумировичу требуется известный профессор, я не знаю, медицины, или как в том фильме «Палево-ботаник», и он имеет право выдать этот сертификат. Ведь сегодня это сделать просто так нельзя, потому что там огромная очередь, потому что там огромные проблемы. Или надо идти на поклон к бизнесу и говорить, ребята, вы решите… Это уже не сертификат, это просто прямая покупка. Ну прямая покупка. Я в данном случае, почему говорю про сертификат, потому что и распространение это может быть где-то от Омска и туда дальше до Камчатки. Потому что там этого делать, на мой взгляд, не целесообразно, там переселено все уже сильно. Но это в качестве идеи, которая, естественно, может обсуждаться, но во всяком случае я знаю, что многие коллеги, мои коллеги во всяком случае, с удовольствием мы поехали в Сибирь, на Дальний Восток, если бы там было, но при этом мы должны поставить планку, что ты должен иметь образование, ты должен иметь опыт, ты должен очень сильно хотеть работать здесь. Доклад закончил. Спасибо, Сергей Федорович. Я просто думаю, что вам сказать на третий вопрос. Придумал. Сразу же отвечу по универсиаде. Мне кажется, абсолютно правильная идея. Страна у нас огромная, и спортивные события не должны происходить только в центральной европейской части Российской Федерации. Благо, у нас их там будет уже много. Это и универсиада в Казани, и Олимпиада в Сочи, и футбольный чемпионат, который тоже по понятным причинам будет проходить в определенной части страны, потому что это европейские соревнования. В Сибири, получается, почти ничего нет. И это неправильно. Давайте подумаем о том, чтобы заявиться на зимнюю универсиаду. Тем более, что у нас уже к тому времени будет уверен удачный опыт проведения универсиада летней в Казани и Олимпиады зимней в Сочи. Это даст нам возможности для того, чтобы сказать, смотрите, как мы умеем. Тем более, у нас самая, так сказать, северная страна и огромные территории. Так что годится? Хорошо, давайте. Да нормально, абсолютно. Нормально, абсолютно. Хорошая идея. Значит, нет, я все-таки теперь доотвечаю по поводу малой авиации. Но тема нам всем известная. Значит, тема полностью убитая. И действительно, малая авиация деградировала и развалилась. Что можно, наверное, было бы еще пережить в центральной части Европы, но абсолютно невозможно пережить в такой стране, как Россия. Ну или там, условно, как Канада или Соединенные Штаты Америки. Значит, я вчера проводил совещание и поразился одной цифрой, я ее вчера привел и сегодня вам тоже скажу. У нас 28 тысяч мест, куда можно добраться только на самолете и вертолете. Это 28 тысяч населенных пунктов, понимаете? Это не 100 мест, а 30 тысяч штук. И по сути это означает, что до них добраться невозможно, кроме нерегулярных рейсов, которые осуществляются на старой технике. Надо возрождать малую авиацию. Ответ очевиден. Значит, где это делать, на каких мощностях? Я считаю, и здесь не нужно выпендриваться, все средства хороши. Есть наши образцы нормальные, которые можно поставить в серию. Давайте ставить, производить на наших авиационных предприятиях. Это однозначно абсолютно. Если нет образцов, по каким-то причинам они не работают, в каких-то условиях, значит, нужно покупать пока иностранные. Ну вот возникает самый простой вопрос. На смену Ан-2 что может прийти? Вот то-то и оно. Мы на Ан-2 летаем уже 70 лет, если я правильно понимаю. Была попытка модернизировать Ан-2 и создать на его основе некий более современный самолет. Ан-3. Да, но он не пошел. Не пошел. Значит, нужно создавать все-таки уже принципиально новое что-то. Хорошо, если мы создадим свое, будет классно, поставим его на поток и будем производить. Но жить нужно сегодня. Поэтому я считаю, нужно покупать, брать в лизинг иностранную технику для того, чтобы осуществлять такие полеты. Потому что люди, которые живут в этих почти 30 тысячах населенных пунктах, они не могут ждать, пока мы наладим производство. Отдельную программу мы с вами обсуждали и поручение правительству дано. Нужно обязательно планировать на это средства. За один год не решим, но лет за 10, если так откровенно смотреть на проблему, я считаю, что мы можем ее полностью закрыть, если сегодня начнем. И тогда можно будет перелетать из одного места в другое, а не летать через Москву, как это, к сожалению, у нас в последние годы происходит. И, наконец, на отношении жилищных сертификатов. Давайте подумаем, что можно было бы обсудить, но это уже в режиме постановки задачи. Может быть, создать какой-то универсальный, подчеркиваю, инструмент для решения задачи приглашения высоко квалифицированных специалистов в отдельные регионы. Подчеркиваю, универсальный инструмент. Он идет как бы вне очереди, он ни для кого не должен быть обидным. За счет чего оплачивается этот сертификат? Это основной вопрос, на который нужно дать ответ. Будет ли это… Значит, с чем угодно, но надо просто, чтобы был соответствующий финансовый источник. Может быть, это могут быть средства федерального и регионального бюджета вместе взятые. Но это должен быть такой набор сертификатов, которым располагает, допустим, губернатор для решения конкретной задачи. Но вот сколько этих сертификатов должно быть, это, конечно, вопрос. И подчеркиваю, это не должно быть обычной ситуации. Обычные задачи нужно решать за счет обычных источников и обычных способов решения этой проблемы. А вот вторая тема, о которой вы сказали, о которой я тоже отвыкнулся, по поводу нецивилизованности. У нас при возникновении чрезвычайных ситуаций действительно мы все финансируем из федерального бюджета. И федеральный бюджет не беспредельный, не огромный, хотя и значительный. Но самое главное, что это неправильно. Во всем мире чрезвычайные ситуации погашаются за счет страховых платежей. А у нас, когда все горело, известный период, мы вынимали деньги из федерального кармана. Значит, нужно обязательно развивать систему страхования. Страхование от пожара, страхование от других рисков. И при возникновении страховых случаев погашать это за счет средств страховых компаний. Только эти компании должны быть цивилизованными и честными, а не такими, как иногда встречаются в сельской местности. Когда урожай сгорел, а страховщика не найти. Потому что это не страховщик, а просто отмывочная контора. Я прошу прощения, я буквально два слова добавлю. Это микрофон. Возвращая к сертификатам. Вы знаете, это действительно должны быть такие особые документы. И в приложении к ним, наверное, должен быть особый механизм предоставления гражданства российского. А вы говорите еще и об иностранцах? Естественно. В том числе, а может быть даже и в первую очередь. Потому что если Крес, Виктор Мельфьевич, захочет пригласить ведущего профессора из Гарварда, например, то он его позвал. Вот совершенно не надо над этим смеяться, потому что у нас сегодня есть чего? У нас сегодня есть ЭТО в Анжи, которому не надо ни сертификатов, ни гражданства. Он приехал, он плачет. И у нас сегодня нет возможности позвать ведущего кардиохирурга, ведущего авиаконструктора, ну и так далее, и так далее, и так далее. А такая возможность у нас, коллеги, есть. Это возможность пока я. Но это эксклюзивный вариант. Что это означает? Это присвоение гражданства Российской Федерации за особые заслуги. Чего я делаю не то чтобы очень часто, но это происходит по ходатайству губернатора или федерального ведомства. Когда мне пишут письмо, что нашей стране очень необходим вот такой-то человек, или же он реально помогал нашей стране в разных ситуациях. Но это такая эксклюзивная вещь, и действительно она весьма бюрократична, потому что зачастую там, допустим, это ходатайство обрывается на региональном уровне, если губернатор не поддерживает, или в администрации президента, если по каким-то причинам администрация считает это нецелесообразным. А вот такого регулярного механизма нет. Может быть, есть смысл его упростить. Но может быть, можно пойти и по другому пути. Вот вы говорите, когда кто-то к нам хочет переселиться. Но мне кажется, здесь должна действовать такая же система, как во всём мире, как в других странах. Значит, если этот человек для нас полезный, мы должны дать ему вид на жительство, вообще без промедления, буквально за неделю. Да? А, допустим, через 2-3 года дать ему гражданство. И вот это тоже нормально. Тут, Дмитрий Ильич, я завершаю уже, много внимания отрываю. Есть же миграционная политика в большом смысле этого слова, в большом значении, когда даётся миграционное задание. Мы, страна такая-то, готовы, даже страну могу назвать, но не буду её, так сказать, рекламировать. Мы, страна такая-то, готовы в этом году принять молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, образование, раз, два, три, перечислили. Значит, при этом мы даём одно, второе, третье, гражданство, так сказать, сразу подъёмное и жильё. Мы готовы принять в количестве там 17 тысяч, 20 тысяч, и тогда понятно, кто стране нужен и какому региону кто нужен. Я вот об этом в первую очередь и говорил. Понятно. Да, и вторая часть, то, что касается там, так сказать, страховых механизмов. Ну, тут, конечно, нам надо, мне кажется, более энергично двигаться, потому что, ну, живые примеры там. Новый Орлеан, города практически не стало, так сказать, тысячи домов уничтожены, и никому абсолютно это не интересно. Государство к этому не имеет никакого отношения. Сколько мы домов восстановили после пожаров в 2010 году? Ну, вот, если говорить, допустим, там после наводнения в Якутии, мы восстановили тогда почти 400 тысяч квадратных метров жилья. Да, а после пожаров, по-моему, которые были в прошлом году, 3,5 тысячи. 3,7 тысячи. 3,7 тысячи. Значит, это, в общем, вылилось в копеечку, надо признаться, для государства. А этим летом в Канаде сгорает город, 7 тысяч жителей полностью, с ресторанами, театрами, кафе, гаражами, со всем, абсолютно. Это проходит как такая маленькая новость, короткая, на следующий день про это уже никто не вспоминает. Потому что дальше заходит компания, дальше они начинают строить, предоставлять жилье, люди знают, что с ними будет. Машина сгорела, мне машину страховала. Вот как-то хотелось бы все-таки, чтобы более энергично это движение было у нас по созданию вот таких страховых механизмов. Потому что после, мы провели анализ, после наводнения в той же самой Якутии, после наводнения на юге у нас, значит, из всего вновь построенного жилья, из всего вновь построенного жилья, застраховало 2,4%. Ну, понятно, Сергей Гружинич, я что могу сказать. Здесь правительство должно, наконец, тоже определиться, чего мы хотим. Вынимать, извините за непарламентский термин, бабки из федерального бюджета или заниматься страхованием. Я некоторое время назад давал поручение Минфину и Минэкономразвитию, по-моему, определиться с тем, как нам поступить со страхованием от пожара. И не стоит ли вернуться к системе так называемого обязательного страхования, существовавшего в советский период, когда это не добровольный инструмент, а обязательный. И любой человек, приобретающий жильё, автоматически заключает договор страхования в общий обязательном порядке. Значит, насколько я понял позицию наших коллег, она заключается в том, что это такая нерыночная, неконкурентоспособная модель, которая, наверное, внедряться должна с очень большими оговорками. Вот я не уверен, что это так, и нужно ещё раз к этому вернуться, потому что, к сожалению, далеко не все рыночные инструменты у нас моментально начинают работать. А раньше, я напомню всем, кто этим не занимался, у нас любая недвижимость подлежала страхованию, и это был так называемый случай обязательного страхования. И, слава богу, там 99,9% с этими домами ничего не случалось, но на 0,5% это страхование распространялось и создавало для страны источник для погашения вот этих затрат. Я считаю, что нужно к этому вопросу ещё раз вернуться. И если вы считаете это также полезным, нужно этот вопрос будет поднять перед соответствующими ведомствами. Вот. Пожалуйста. Владимир Андрей, Центральный исполнительный комитет «Единой России». Во-первых, нам поручение понятно с точки зрения анализа тех мест продажи алкоголя, которые ведётся возле учебных заведений. Мы это реализуем. Сейчас вот с Сергеем Ивановичем, буквально на этой неделе, мы с молодёжью нашей встречались, они ревизируют пешеходные переходы. Тоже очень важная тема. Мы должны убедиться, что все они соответствуют ГОСТам, что в правильном месте они расположены. Такую работу мы проведём в ближайшее время. По поводу переходов, это очень актуально, особенно перед учебными заведениями, перед университетами. Я даже в Москве был, там в нескольких вузах просто очень печальные были ситуации. Бывает, что знака не видно, бывает, что зебра нечётко. Ну, в общем, там целый набор проблем. Они все должны соответствовать ГОСТу. Очень простой и понятный подход. Хотел коснуться ещё одной важной темы, которой в последнее время вы много внимания уделяете. Это дошкольное образование. Вот про учителей здесь говорилось много, и про сельскую интеллигенцию, и начальные классы. Дошкольное образование у нас также тема очень актуальна и остро. Там задействовано порядка двух миллионов человек. Это люди, которые учат малышей, соответственно, читать, писать, делать первые шаги, адаптируют их, социализируют. Однако до сих пор во многих территориях заработная плата этой категории оставляет желать лучшего. Это сложный вопрос, и, конечно, здесь нужно крепко советоваться с местными властями, с губернаторами. Но в некоторых территориях всё-таки власти находят возможность и обеспечивают уровень заработной платы дошкольных учреждений на достойном уровне. Например, в Красноярске у нас это 10-14 тысяч, а есть территория, где до сих пор выпускник педагогического университета, идя в детский сад, получает 5-6-7 тысяч. Но это ничтожно мало. Поэтому вот эту тему хотелось бы затронуть и сказать ещё одну важную, на мой взгляд, вещь. Мы дали импульс к строительству детских садов. Вот у нас в Красноярске, если строилось 3-4, сдавалось детских садов, то сегодня Пётр Иванович закладывает уже 10 детских садов. То есть то, что мы их построим, в ближайшее время не вызывает сомнений. А серьёзный вопрос, кто придёт туда работать. Вот эти вопросы, они пересекаются, они являются крайне важными. Нас на встречах очень часто, нам на встречах очень часто их задают эти вопросы. Спасибо. Спасибо, Андрей. Но я не могу не прокомментировать то, что вы говорите, потому что мы это обсуждали уже и с вами, и с другими коллегами из партии. Ну, сразу всё не сделать. Мы несколько лет назад, когда подступались к проблеме учительской зарплаты, мне она казалась исключительно сложной, почти, ну скажем, откровенно нерешаемой. Учителей очень много, зарплаты очень низкие. То же касается врачей. Но ведь мы всё-таки, ну, не что-то, так сказать, не переворот какой-то устроили, но мы вытащили зарплату учителей уже на более или менее человеческий уровень. Значит, врачи, ну, знаете, в ряде регионов это просто достойная зарплата, сопоставимая с зарплатой в странах Восточной Европы. Значит, это решаемые проблемы. То же самое касается и зарплат тех, кто трудится в детских дошкольных учреждениях, воспитателей, педагогов. Есть другие категории, на которые нужно обратить обязательно внимание. Работники сферы культуры и социального обеспечения. Ну, я об этом и говорю. Значит, это люди с блестящим образованием зачастую, свято служащие своему делу, очень любящие его и живущие просто тоже на гроши. Они его не бросают, потому что, ну, это тоже такой зов сердца, да? Но, тем не менее, вот эта категория, она тоже нуждается в нашей заботе. У меня есть предложение. Давайте подумаем, вот именно, как нам в ближайшие несколько лет помочь этим нескольким категориям бюджетников, педагоги, воспитатели детских дошкольных учреждений, как нам это делать, за счет каких источников. Потому что, ну, если по-честному, регионы где-то помогают, где-то нет, и регионы сразу все тоже не решат. Значит, я думаю, что здесь все-таки нужно создавать какую-то смешанную программу. И то же самое касается работников сферы культуры и социального обеспечения. Вот те категории, на которые нам сейчас, я имею в виду нам, как партии «Единая Россия», и если все будет нормально, я в этом не сомневаюсь, надеюсь, как и вы, то при формировании нового правительства нам нужно будет обязательно просто заняться этой проблемой в числе приоритетных. Давайте просто подготовим предложение на будущее. Ну что? Да, пожалуйста, Виктор Мельхиворович. Закончить работу. Я к вам, вот, вам хочу внести предложение, как лидеру списка «Единой России». Мне кажется, что вот после 4 декабря новому составу Думы надо посмотреть и перейти на несколько иную форму принятия законов. У нас, к сожалению, сегодня все законы принимаются прямого действия. Одно дело, если этот закон, как мне кажется, против личности и так далее. Вот вы приводили пример по борьбе… Против личности или в защиту личности? В защиту личности, конечно. Вы приводили пример по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Мы несколько лет назад, город студенческий, поэтому, ну, просто кричащая проблема, по городу, по улице идут с двух-трех, ну, двухлитровыми пока бутылями пива. Приняли областной закон, ограничили, начало работать. Вроде бы все вросло. Прокуратура говорит, подождите, а федерального же закона нет? На каком основании вы это приняли? И вот договариваемся, садимся с прокурором, ну, с кем-то можно договориться, с кем-то нет. На летнее время, вот сейчас опять запускаем, вернее, запускали в этом году этот закон. И таких примеров могу привести очень много. Когда иногда мы идем там, помогаем, улучшаем ситуацию, нас останавливают, потому что федерального закона нет. Понятно. Виктор Михайлович, ну, я помню период, когда мы, так сказать, прогрессивная юридическая общественность, очень много потратили времени на то, чтобы все законы были прямого действия, чтобы даже конституция была, ну, таким актом, как, например, в известном государстве, название которого, там, Сергей Кужегеточ не хотел называть, и я не буду. Вот, значит, так вот, мы хотели, чтобы на нашу конституцию ссылались, но не так, как в известном фильме «Берегись автомобиля», а по-серьезному, по-настоящему. И законы, чтобы действовали напрямую. Но нельзя доводить ситуацию до абсурда, потому что законы прямого действия не могут полностью подменять региональное законодательство, а зачастую сужают региональную компетенцию. Более того, ну, из Москвы многого не видно, давайте, наконец, себе в этом признаемся. Невозможно заниматься размером пива, там, или, значит, тары, в которой он продаётся, из Кремля или из Белого дома. Это смешно. Ни в одной стране мира так не делается. У нас, правда, было в советские времена. Вот вы всё-таки из уже такой зрелой когорты губернаторов. Я напомню вам, что в советский период у нас регулировались размеры садовых домиков. От пола до конька крыши. Значит, ладно, ещё шесть соток. От пола до конька крыши. Вот я ещё тогда в университете учился. Даже меня в тот период это поражало. Ну, какое государству дело, чтобы меня на 30 сантиметров не было больше? Регулировали. Чтобы баня там определённого размера была и так далее. Короче, значит, я сейчас дал поручение правительству. У нас два целых вице-премьера занимаются вопросами децентрализации полномочий. Мы сейчас с вами, кстати, встретимся, поговорим об этом. Так вот, в рамках этой децентрализации, во-первых, нам нужно всё-таки в очередной раз определиться, что передавать в регионы. И, во-вторых, действительно по целому ряду хозяйственных полномочий определиться, где оканчивается федеральная компетенция и начинается компетенция региональная. Чтобы федеральная власть не подменяла региональную компетенцию. Но это всегда тонкий момент, по которому нужно договариваться. Ну что, значит, уважаемые друзья, я хотел бы всем нам пожелать успехов. Надеюсь, что вы, как актив и партия «Единая Россия», которая трудится в наших регионах, регионах Сибирского федерального округа, будете на острие атаки, что называется. И вот тот эмоциональный заряд, который сегодня и здесь, в этой комнате был, сможете передать нашим гражданам. Потому что, несмотря на все трудности, всё-таки значительная часть граждан нашей страны продолжает доверять «Единой России» как ведущей политической силе. И мы их не должны разочаровать. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok